Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не знаю, увидите ли вы это видео или нет, потому что у меня проблемы с флешкой. Я взяла старую флешку, потому что уже весь стол уже готов. Я все притащила, все горячее, и мне уже надо снимать. И тут резко флешка откинула копыта, и я решила взять старую флешку. Она работает через раз по настроению. Надеюсь, в этот раз она меня не подведет. И что у нас сегодня? У нас бигбон и шаурма домашнего производства. Давно не было такого сочетания. Горячее все. Пусть пока что остынет, я приступлю с шаурмы. Кстати, здесь диетический лаваш. Он очень вкусный. Я сегодня опять в этом свитере. Он мне настолько нравится. Он просто офигенный. Вообще, последние вещи Шейна. Просто пушка. Единственное, посылка мне пришла очень поздно. Получается, я потеряла вещи. Деньги, кстати, мне так и никто и не вернул. Типа идет разбирательство. Когда закончится это разбирательство, непонятно и чем оно закончится. Но, не знаю, как у вас. У нас на Кавказе, когда рождается ребенок, через 40 дней делают мероприятие. В честь рождения ребенка зовут всех близких. И, в общем, у меня брат решил сделать это мероприятие в ресторане. Так все красиво. И у меня опять, как всегда, нечего надеть. Я вроде вчера ходила по магазинам, выбирала что-то. Ничего нет. Я думаю, может быть, заказать Шейн. Но там одно платье я не закажу. Надо еще что-то заказать. Предложила подружкам. Давайте, говорю, скооперируемся. И закажем вместе. Никому ничего не нужно. Там же бесплатная доставка, получается, с 50 долларов. А платье, которое я хочу, стоит 20. И по-любому на мероприятия мне нужно что-то купить. А здесь в городе те варианты, которые мне нравятся, стоят в 3, дорога. Просто я вам советую в Шейн не покупать позиции, которые прям на скидках. Самые дешевые какие-то позиции. Возьмите что-то подороже. И качество будет не хуже, чем в Заре. Как мне нравится этот свитер. Он просто нереально крутой. Шейн еще мне дали промокод. Так что заказывайте по моим ссылкам. Еще мне здесь кофе 3 в 1. И хотелось бы ответить на комментарии. Я, как всегда, оправдываюсь. Были комментарии по типу того, что Айка стала без настроения снимать видео. Безохотно заставляет себя снимать видео. Не согласна с вами. Я не заставляю себя снимать видео. Когда у меня нет настроения, я не снимаю. Так сложилось, что с начала января. Мне как-то грустно. Не знаю почему. Беспричинно. У меня плохое настроение. И вы как бы это чувствуете. А есть такие люди, которые могут скрыть свои эмоции. И показывают это все. Какая-то маска у них. Я никогда не умела скрывать. Даже от мамы. Мама сразу по выражению моего лица. Могла понять, что у меня что-то произошло. Вот, ну не умею я скрывать. И вы тоже, к сожалению, это все чувствуете. Вот, когда у меня нет настроения. В последнее время действительно у меня нет настроения. Много всяких моментов. Что-то сама себе напридумала. Что-то действительно есть. До сих пор лапша горячая. Я уже шаурму доедаю. Что же такое? В общем. Я люблю это дело. Я обожаю снимать видео. Там в комментариях кое-кто написал. Айка, вот если бы тебе не платили бы за видео, ты бы снимала вообще? И там я почитала комментарии. Одна девушка пишет. Да нет, конечно. Мы для нее только и деньги. Читаешь и становится как-то обидно. Поверьте мне. Человек, который делает это только из-за денег. Не сможет никогда в жизни найти темы для разговора в день. Для трех видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите хотите нет, но я снимала год без монетизации, в то время все было намного сложнее чем сейчас, то есть ты например набирал 1000 подписчиков, у тебя было достаточное количество часов, но рассмотрение заявки на монетизацию занимало от полугода, представляете? Сейчас уже такого нет, на моем бумажном канале заявку рассматривали где-то дней 5, мне сразу дали монетизацию, а раньше такого не было, кто давно снимает видео на YouTube не дадут мне соврать. И я где-то 8-9 месяцев ждала просто монетизацию и при этом в неделю 2 раза снимала видео, не получая за это ни копейки. Вы знаете, если например касательно мукбанков, если бы нам не платили, чисто финансово было бы сложно снимать каждый день контент. Да даже бы близкие, все бы просто угорали бы, например мама говорила бы, лучше бы работу нашла, какой-то ерундой занимается, так как тебе платят, тебе никто за это ничего не говорит. Родственники бы смеялись, говорили, вот заняться нечем, на камеру ест, и какая польза от этого, лучше бы на работу пошла бы. Ерундой занимается чокнутая дочка у них. Сейчас хотя бы я могу это аргументировать тем, что это моя работа, я на этом зарабатываю деньги, поэтому я ем на камеру. То есть, понимаете, все к сожалению в жизни упираются на деньги. Как бы вы сильно не любили вашу работу, прям обожали, если вам не будут платить за вашу работу, вы возможно в неделю один раз будете ходить на работу чисто для кайфа. Но каждый день просыпаться, идти просто не получится, потому что к сожалению в нашей жизни все упирается в деньги. Я считаю, что YouTube это идеальная платформа, где вам не нужно платить за контент, и мне не нужно искать рекламодателей. Возможно, я еще не доросла до этого уровня, но пока что я не могу смириться с тем, что за любимую программу нужно будет платить деньги. Как, например, в одно время сделали дом 2, только платно. За подписку. Это, прикиньте, например, 400 рублей я плачу за интернет, еще плюс 400 рублей я плачу за дом 2. В других странах, возможно, платные подписки и все такое, это уже в пределах нормы. Но для нас, мне кажется, это еще очень дико. Кристина задает вопрос. Кристина, тебе огромный привет. Айка, почему закрыла комментарий под влогом, где Жаля тебе дарила подарок? Почему всегда правда режет глаза, а потом приходишь к нашему мнению? Так, вкратце расскажу, вы, наверное, все в курсе. Последний, по-моему, влог, да? Последний влог на моем канале. Я показала подарок, который Жаля мне подарила на день рождения. Все начали писать в комментариях, что эта посуда в Карачо стоит 19 манат. Во-первых, 19.90. Начнем с этого. Это делает 800 рублей. И типа все начали писать, что Айка, вот ты подарила такой дорогой подарок. А почему она тебе подарила такой дешевый? Ты заказала суши и все дела. Да, в общем, ребят, в общем, что я хочу сказать на этот счет. Если вы дарите подарок, например, на 10 рублей и ждете подарок ровно на 10 рублей, то мне вас жаль. Я сама сказала ей, что не тратьте. Не надо ничего дорогого покупать. Купи мне какой-то кардиган. Я хотела коричневый кардиган себе. Я вроде ей сказала, но она все равно принесла мне посуду. Единственное, вот это меня немножко смутило. А так цена подарка для меня не играет никакую роль. Когда я делаю человеку добро или что-то хорошее, я никогда не жду что-то взамен. Тем более между нами была такая договоренность. Я ей изначально сказала, что не надо тратиться. У меня никогда не возникает с подружками, например, вопроса, кто будет платить в ресторане. Не знаю, почему ты мне подарила что-то дешевле, чем я тебе подарила. Это все мелочи жизни. Если ругаться из таких вещей, вокруг тебя не останется ни одного человека. Так что мы, к сожалению, общаемся. У нас все замечательно. Из-за таких мелочей мы никогда в жизни не ругаемся. О комментарии я закрыла, потому что она считает ей неприятно. Но я, конечно, понимаю, что это ваше мнение. Но все равно я не ожидала такую реакцию, на самом деле. То есть я сама ей сказала, что... Не надо тратиться. Я сначала хотела удалить негативные комментарии. Но почему-то все комментарии были только про эту вазу. Или как сказать? Посуду. Она специфическая. Она очень большая. На видео кажется, что небольшая тарелочка. Но она очень большая. Реально. Не знаю, я пока что не нашла ей применения. Еще раз хочется отметить, дело не в том что я не хочу снимать видео или просто мне это все дело разонравилось меня просто нету настроение это не связано с ютубом это не связано с чем-то с другим на просто последнее время очень депрессивное состояние которое к сожалению я не могу скрыть то есть это видно как-то вот так вот апельсин так странно порезала я большими огромными дольками опять же ничего не обещаю видео будет каждый день или раньше как три видео в день все зависит от моего настроения не хочу чтобы вы лицезрели мою кислую мину которая сидит и вот так вот грустно о чем-то вещает буду стараться снимать когда у меня хорошее настроение когда я в духе вот то есть зачем мне заставлять себя снимать видео на моем бумажном канале намного больше просмотров чем на моем основном канале я могу время которое я потратил на этот канал просто потратить на тот и зарабатывать намного больше если дело касается лишь денег а кстати насчет денег насчет моей зарплаты она все-таки села вчера вечером прикиньте я была в шоке четвертый день уже был вы знаете почему я так начала париться четвертый год как я веду youtube канал и ни разу такого не было то есть всегда вот тебе кинули зарплату и сразу она садится в течение ну максимум получаса а тут четыре дня я прям вся на нервах и плюс деньги сели с очень большой комиссии почему так произошло я не знаю но одно я поняла точно я слишком поторопилась уходить с работы когда ты находишься дома как бы еще грустнее становится но и так и так работала из дома но все же вообще чем больше человек занят тем больше он успевает который раз в этом убеждаюсь на этом все мои хорошие обязательно подписывайтесь не забывайте ставить лайки пишите свое мнение в комментариях всех люблю целую с вами была айка